МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события недели. Информационные итоги уходящих 7 дней подведу я, Артём Сухоломкин, корреспонденты Брянской губернии, сегодня в выпуске. Теперь его знает вся страна. Десятилетнего мальчика Фёдора, который был ранен украинскими диверсантами, выписали из больницы. Фёдор, ты наш герой! Фёдор, ты наш герой! Восстанавливаться юный герой будет в новом доме. Такой подарок семье Фёдора сделал губернатор Александр Богомаз. Миквановка, духовая печь. Духовая печь, да. Все домой как. Напрямую к губернатору. Глава региона Александр Богомаз провёл личный приём граждан. Это люди, которые там живут, идут и сами себя гадят. И вот здесь бы хотелось бы именно общественный контроль. Общее дело, общее будущее. В Брянской области прошло выездное заседание комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России. Работа делается большая, объёмная. Мы вместе, мы сотрудничаем, мы учимся друг другу. Что будет с брянскими дорогами? На этот вопрос ответили в городской администрации. Максимально уделяется внимание, чтобы снизить поток машин через центр города Брянска. Несколько дней с семьёй и обратно за ленточку. Наша съёмочная группа пообщалась с защитниками родины, которые приехали в отпуск. Кто, если не мы, защитит наших деток, матерей? На этой неделе завершилась история болезни 10-летнего Фёдора Симоненко. Мальчика, получившего ранение во время теракта украинских националистов, выписали из детской областной больницы. Поздравил и вручил подарки, которые изменят жизнь и Фёдора, и его семьи губернатора Александр Богомаз. Пуля украинских диверсантов попала в спину мальчика Фёдора 2 марта по пути в школу. История мужества ребёнка облетела всю страну. Не растерялся, не испугался автоматов, себя спас. Да ещё и двух девочек вывел в лес потом к знакомым. Далее, слаженные действия климовских врачей. Скорая Добрянска, детская областная больница, операция, реанимация, долгожданная встреча с мамой. Прошло две недели, и вот мы встречаем Фёдора на выписке. Не знаю. Федя, ну что здесь? Здравствуйте. Здравствуйте. Новые курики, просто. Костюмин, да? Что, все? Выздоров? Да. Начинаем жизнь другую в новом доме, да? И снова мы с целью задачи. Подтягиваем чёбу и спорт, да? Операцию проводил хирург с 12-летним стажем и опытом работы в Луганской народной республике. Ирина Михайловна была на дежурстве в тот день, когда привезли ребёнка с огнестрельным ранением грудной клетки. О его поступлении мы знали заранее, медицина катастроф нас предупредила. И уже в приёмном покое мы его ожидали в составе всей бригады. Конечно, он поступал в тяжёлом состоянии, но был стабилен. Это позволило провести предоперационную подготовку, позволило его комплекс надо обследовать. После чего взяли в операционную. Открытым ротиком. Но она находилась там, где сердце, то есть это левая половина грудной клетки, там, где сердце и там, где лёгкие. Мальчику повезло, они не были повреждены. Как только мальчик пришёл в сознание и разрешили врачи, к Феде вместе с его мамой пришёл губернатор. И с этой минуты состояние мальчика было на контроле не только опытных врачей, но и главы региона. Спасибо. Видите, молодая, какая специалист в своё дело, да? Спасибо. Вам спасибо. Пираться ж тяжёлый был. Спасибо. Ну, быстро. С того на нынешний. Да. И ничего уже ему сейчас не разит. Да. Ну, он сам молодец, активный, мужественный. В трудную минуту губернатор поддержал и маму маленького героя. Ведь её младший сын в больнице с поле украинских националистов, а двое старших участвуют в специальной военной операции. Это матери, а это тебе. На память. Спасибо большое. Там уже дома ждёт. Угу. Кухня. Всё готовится. Стоит и новая холодильняка, всё там новое. Посудомоечная и плиты, и эти. Вот, кровать большая. За две недели в больнице Федя не только быстро шёл на поправку, но и успел заскучать по дому. А главный пример мужества не о себе думает. Чего ты больше всего хочешь дома, вот когда ты приедешь домой? Чтоб вернулись братья. А я с ними созваниваюсь, разговариваю. Что они тебе говорили после того, что произошло? Крепись, выздоравливай. Мы в тебя верим. Федя обменялся с губернатором номерами телефонов. Теперь по любой проблеме и любому вопросу можно созвониться лично. Ой. Да. Запомни. Это для контроля тебе номер уберу? Понял. Ты не думаешь, что тебя халява свалилась? Нет. Это большая ответственность. Ну, в случае чего, и ты можешь позвонить. Ты можешь позвонить, да. Сказать, ну, где я сам Васильевич? Когда кто будет убежать. Понял? А на улице Фёдора ждали не только солнце и весенний воздух. Поддержать парня приехали волонтёры. Фёдор, ты наш герой! Фёдор, ты наш герой! Фёдор, ты наш герой! После больницы губернатор Александр Богомаз, Фёдор и его мама отправились в село Сачковичи, Климовского района, и посетили дом, который глава региона подарил этой семье. По традиции, перед тем, как зайти в новое жилище, вперёд запустили котёнка. Считается, что кот – символ благосостояния и благополучия. И если питомец первым переступит порог, в доме никогда не будет нужды. Давай, как в передаче «Квартирный вопрос». Федя, споём. Ну как? Красиво. Лучше, чем там было. Да. Ты рад? Новое жилище для семьи Фёдора Симоненко по площади в два раза больше их прошлого домика – почти 85 квадратных метров. Сделан качественный ремонт, установлена мебель, вся необходимая бытовая техника. Кухня хозяйку просто поразила. Ну как тебе? Хозяйка. Большое спасибо вам огромное. Я просто… Микроволновка, духовая печь, духовая печь, да. Все домой как? Все на этих самых. Сума доводчика. Огромное большое спасибо. Я прям просто вау! И все. Компания «Надежная». Дейского? Да. Это самая лучшая компания. Это один из лидеров нашей мебельной. Это сами. Вот они сразу откликнулись. Именно собственный кардиев Сергей Александрович. Да. И вот он. Огромное большое. Всем спасибо. Да, это всем спасибо. Спасибо. Всем спасибо. Спасибо. Вам большое спасибо. Хорошо. Это дом. Это дом, это жизнь. Ну дом сама убирала там. Да, сама. Да, сама. Она тебе сразу понравилась? Да. Есть баня. И, конечно, куда без огорода. А он большой, около 30 соток. Всему очень рада. Большое всем огромное спасибо. Я не ожидала от такого вау. Просто много впечатлений. Сказать не могу ничего. Просторный, удобный. Я просто зашла даже на двор. И мне очень понравилось. Просто такое, как будто это легло в мое. И вот сегодня ты с Александром Васильевичем приехали посмотреть. Какие твои первые впечатления о доме? Крутые были. Ну что, комнаты понравились? Или двор, или баня? Не знаю, что ли. Комната понравилась. Вместе с новыми хозяевами дома Александр Богомас осмотрел жилые помещения, хозяйственные постройки и приусадебный участок. А также пообщался с Федей и его мамой за чашкой чая. Раиса Тимирова уже пригласила своих гостей на запеченную домашнюю утку. Сразу, как только, перевезет свое хозяйство на новое место. Александр Васильевич, вы тоже обещали на утку приехать? Конечно. Не, ну серьезно. Я же пообещал Федьку взять патронаж. Ну да. Но патронаж в чем? Не в том, чтобы баловать? Не-не-не, баловать нас нет. А что требовать? Понятно. Впереди у Федя не только новоселье, но и переход в другую школу. Хотя пока у юного героя мысли вовсе не о учебе. Никак не придет в себя от обилия подарков. А они приехали даже из Москвы. Как и этот велосипед от вице-премьера Дениса Мантурова. Слава о новом соседе уже разлетелась по окрестностям. Местные жители считают Федора настоящим героем. Молодец. Настоящий мужчина выросли. Понимаете? А вы? Молодец, конечно. А что делать? Надо же было спасать. Здоровья, мира и достатка. Спасибо большое. Но это не новоселье, это еще не считается. Нет, конечно. Мы только это репетиция. Да. Мы как-то говорили. Александр Васильевич, вы что же? Конечно. Если Федор еще немного побудет дома до восстановления, то в школах области продолжается учебный процесс. В нем, кстати, есть изменения. В приграничных районах введут особый порядок сдачи ЕГЭ и поступления в ВУЗы. Соответствующий законопроект уже принят Госдумой России в первом чтении. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Брянской области. Перечень организаций будет утвержден Минпросвещение совместно с Рособорнадзором. Может быть установлен особый порядок сдачи государственной итоговой аттестации в приграничных районах. Особый порядок, который предусматривается в настоящее время для новых субъектов Российской Федерации, он может быть распространен на 16 образовательных организаций нашего региона и 6 приграничных районов, граничащих с Украиной, могут быть включены в список. Этот список утверждается совместным приказом Министерством просвещения и Рособорнадзором. Приказ регулирует особенности проведения итоговой аттестации в наших четырех новых субъектов, действия которого могут быть распространены на наши школы. Он в настоящее время еще не вышел, он находится на регистрации в Минюсте. В ближайшие дни он должен появиться, и тогда мы уже будем точно видеть и говорить о том, какие особенности для проведения аттестации будут у наших выпускников. В первую очередь это коснется только тех школ, которые сейчас в настоящее время у нас организует образовательный процесс с использованием дистанционных технологий, где существует определенное опасение за жизнь и безопасность наших детей. А в тех школах, где организован процесс в нормальном обычном режиме, единый государственный экзамен и ОГЭ, они пройдут в штатном порядке. Этот порядок коснется и выпускников девятых классов, и выпускников одиннадцатых классов. Впервые в Брянске наш город вошел в гастрольный тур известного исполнителя Шамана. Перед выступлением музыкант пообщался с Федей, спасенными им девочками, и губернатором Брянской области Александром Богомазом. Подробности в сюжете Дмитрия Газина. Аншлаг. Все билеты распроданы. 1600 зрителей, поющих вместе с шаманом в унисон. Встаем! Герои России останутся в наших сердцах до конца! Мне вообще очень нравится, когда подпевает весь зал. Мне кажется, что это очень энергетически заряжает. А так как у меня достаточно динамичная программа, я бы даже сказал, такая драйвовая, роковая, особенно начало и конец, то мне кажется, что эффект такой, знаете, стадиона, да, это сам Бог видел. За плечами больше сотни концертов. И впервые в Брянске среди зрителей особые гости. Мальчик Федя с мамой, спасенные девочки и их семьи. Подержу! Кто не знает об этой истории, о героическом поступке, я бы даже сказал не Феде, а Федора. Поэтому, конечно, как только он поправился, да, и оправился от тяжелого ранения, я с удовольствием счастлив был, во-первых, познакомиться, пожать руку. За час до этого музыкант встретился лично с Федей и главой региона Александром Богомазом. Федор! Ярослав! Позволите руку пожать? Приветствую! Будешь сегодня на концерте? Очень рад. Ну что, петь будем? Конечно. Громко петь будем? Да. Прекрасно. Я буду ждать. Даже не сомневаюсь, что у Федора великое большое будущее. Только нужно идти прямо к этому. Прямо. И к цели. И не сворачивай. И не сворачивай. Потому что в жизни будут и трудности, пытаться остановить. Это я матери постоянно говорю. Обязательно найдутся люди, которые будут и помогать. И слава Богу, что мы сейчас здесь, перед концертом, в таком благостном настроении. Так что сегодня будет особенное для меня выступление. У гостей уникальная возможность увидеть процесс репетиции. То, что скрыто от обычных зрителей. Но и на этом сюрпризы для Федя и девочек не закончились. Александр Васильевич, мы с вашего разрешения хотели его пригласить в цирк. Мы вам вручаем билет с открытой датой. Причем не только на это представление, но и на любое. Как захотите, да, приезжайте в цирк. Вот, мы вас всегда с удовольствием примем. Губернатор поблагодарил Ярослава за его творчество. Отметил, это песни, которые сейчас нужны молодежи. Самое главное, чтобы люди были, в общем-то, довольны. Потому что, все-таки, я пою для людей. Репертуар хорошая, люди будут. Самая правильная песня. Те, которые сегодня интересуют людей и потренают жителям страны. И тоже Брянская область. А учитывая, что мы приграничили, то, что мы не увидели, мы увидели наш маленький герой. На этой неделе особое внимание уделялось властями и приграничью. Губернатор Александр Богомасов вместе с главнокомандующим сухопутными войсками генералом армии Олегом Суликовым осмотрели фортификационные сооружения. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале. Обеспечение безопасности жителей региона – вопрос, который находится на особом контроле Министерства обороны Российской Федерации. Главком лично осмотрел возведенные в регионе защитные сооружения, а также условия, созданные для военнослужащих, выполняющих задачи по охране и защите государственной границы и мирного населения Брянской области. С главкомом обсудили вопросы дополнительного усиления территории Брянской области, огневыми средствами вооружения и подразделениями боевых сил армии. Все мероприятия для усиления группировки сухопутных войск на территории нашего региона будут выполнены в максимально сжатые сроки. Брянск стал площадкой для проведения заседания комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по энергетике и транспорту. С членами комиссии рабочую встречу провел губернатор Александр Богомас. Комиссия парламентского собрания Союза Белоруссии и России по энергетике и транспорту создана летом 2022 года. Ее первое заседание состоялось в Могилеве, где обсуждалось сотрудничество в энергетике. В Брянск комиссия приехала, чтобы развивать наши связи в транспортной сфере. Мы расцениваем это как уважение Брянской области, которая сегодня находится на границе. Мы перегоничный регион, граничим с двумя областями Республики Белоруссии. Это Гомельска и Могилевская области. У нас со всеми выстроены хорошие дружеские отношения, подписаны все соглашения с областями Республики Беларусь. Если взять товарооборот, по прошлому году он составил более 920 миллионов долларов США, вырос почти на 40% по отношению к 2021 году. Это 66% всего второго оборота Брянской области со всеми регионами и Беларуси, и России. А вот в втором обороте с Республикой Беларусь более 35% составляет оборот с Гомельской области. И вот эти отношения, которые, я сказал, у нас дружеские во всех сферах, начиная от экономики и заканчивая молодежью. Губернатор Александр Богомас рассказал членам комиссии о промышленном потенциале Брянской области, производимых у нас товарах. «Промышленность работает устойчиво на протяжении 9 лет, чтобы промышленность не росла. Если взять даже прошлый год, год тяжелый, сложный, но промышленность выросла на 17,8%. То есть, грубо, почти на 1,5% мы и проросли по прошлому году. Если взять сельское хозяйство, то это 10,8% рост по прошлому году в уровне 2021 года. А если вот показатели, как я сказал, промышленность, там рост, да, 100% выпускаем тепловозы, 100% линейных тепловозов. Почти 40% выпускаем подъемные автокраны России. Почти 40% грейдеров, дорожной техники. Там присутствуем в большом, от 20 до 40% это велосипеды, квадроциклы, снегоходы, изолирующие материалы, которые у себя Сила Сибири построены. Это 100% это брянское предприятие. Вот сельское хозяйство, каждый седьмой килограмм картофеля России производится в Брянске. Полтора раза производим больше, чем вся республика Беларусь. Каждый 14 килограмм кукурузы производится в Брянске. Каждый 12 килограмм рацию производится здесь. Много лет Беларусь была примером для Брянщины в развитии сельского хозяйства. Наши аграрии регулярно ездили в соседнюю республику перенимать опыт. Но, как отметил Александр Богомаз, ученик давно превзошел своего учителя. Сегодня, когда мы говорим о сельском хозяйстве, то мы сегодня говорим, что не, мы вас обошли в Беларусь. Вот уже сегодня мы можем вам передавать то, что мы у вас учились, но мы пошли дальше. Ну и самое, что я всегда своих коллег немножко, знаете, как ехидничаю. В чем мы обошли? Это в спортивных объектах. У нас в Ледовом дворце более 12 уже, а в Беларуси 24. Но если серьезно, то, знаете, как работа делается большая, объемная. Мы вместе, мы сотрудничаем, мы учимся друг другу, мы помогаем друг другу. И даже вот сегодня мы построили страционное сооружение, то наше приграничье, Могилевская и Гомельская область нам помогала во всем. В Республике Беларусь внимательно следят за ситуацией в приграничной Брянской области, которая подвергается обстрелам и нападениям со стороны киевского режима. Теракт 2 марта в Климовском районе возмутил братский народ. Депутата Парламентского собрания хочется выразить слова соболезнования родным и близким погибших. Вот прошло несколько дней, тем не менее, вот этот террористический акт поставил следы такие тяжелые, я думаю, в душе каждого белоруса и россиян. Понятно, что все это нацелено на дестабилизацию обстановки, для того, чтобы посеять страх. Но, тем не менее, мне кажется, от этого мы становимся только сильнее. И вот этот героический поступок 11-летнего Федора, 10-летнего Федора, который и сам спасся, и помог был девочкам, он, конечно, заслуживает всяческого уважения. В условиях внешнего и внутреннего давления на наше государство необходимо консолидировать усилия наших народов для построения сильного и процветающего союзного государства. Главная цель комиссии в Брянске – обсудить создание единого рынка в транспортной сфере. Нам другого не дано, как с Белоруссией строить единый рынок. Можно в дальнейшем даже делать единое соглашение союзного государства с дружественными странами. Нам надо делать единый рынок и Брянской, и Смоленской, и Курской, Орловской, и соседними всеми белорусскими, потому что субъектами. Потому что мы должны развивать его, и самое основное, в России и Белоруссии на сегодняшний день почти 8 миллионов, подчеркиваю, 8 миллионов в области транспорта работает ежедневно на дорогах России и Белоруссии. Это большая вага, где-то 24 миллиона, можно сказать, населения. Я сегодня буду говорить и выступать. О малой авиации. У нас в России и Белоруссии нет малой авиации. Две страны должны сейчас приступить к работе малой авиации. Кроме того, в центре внимания комиссии будет развитие сотрудничества по линии железных дорог и трубопроводного транспорта. Водоснабжение, ремонт подъезда, ликвидация свалок, самбо на уроках физкультуры в школах. Эти темы поднимали жители области, которые пришли на прием к губернатору Александру Богомазу. Глава региона пообщался с брянцами в приемной президента России. Александр Малин приехал на прием к губернатору из Трубчевского района. Жители деревни Городцы, а это пригород райцентра, жалуются на качество водопроводной воды. Вода. До такой степени пить невозможно. Если налил в банку, ночь постояла, то упали засады. Водопровод построен еще в советское время. Трубы за десятилетия пришли в негодность. Порывы часто проходят. Решение было принято включить их в федеральный проект «Чистая вода». В этом году мы выделяем им средства 13 миллионов. И сколько там всего мы сделаем? Будет сделано 5 улиц, 4,5 километра сетей. Александр Богомаз поинтересовался у главы Трубчевской районной администрации Игоря Обыденного, почему к этим работам не подключили местное муниципальное предприятие «Водоканал-сервис», а заключили договор с частником. Почему вы не делаете ту работу, которую вы должны делать? И чтобы у вас потом были средства, которые где-то и заватать, положить за счет того, той же организации. Почему мы так сегодня вы не работаете? А только все с себя, все с себя, все с себя, все с себя. Нанять, заключить, заключить и отдать. И потом еще не сделать. Упущенная выгода для муниципального предприятия, которые чаще всего пребывают не в самом благополучном состоянии. Александр Богомаз заверил жителей деревни Городцы, что водопровод им сделают работы, начнутся в апреле. Сергей Заварзин рассказал губернатору о работе управляющей компании, которая обслуживает 31-й дом по улице Камозина в Брянске. Нареканий нет. И утепляют, и снег чистят, в общем, все там, в подвале. Но первый-четвертый подъезд требует ремонта текущего. В прошлом году в доме проходил капремонт. Работы в двух подъездах перенесли на этот год. В ближайшее время управляющая организация присутствует в выполнении двух подъездов номер один и номер четыре, который говорит Сергей Викторович. И в ближайшее время все будет отремонтировано. Со стороны жилищной инспекции будет осуществлено... Обещаю все сделать и проконтролировать. Спасибо. Хотя бы вам дарить вас. Спасибо. В целое время, чтобы вы обращаете на это. Все, хорошо. Обилием мусора в памятнике природы регионального значения Верхний Судок обеспокоена Татьяна Шпалтакова. К сожалению, мы, как жители района, видим картину постоянных несанкционированных мусорок на этой территории. И как бы хотелось бы узнать... Я не пробовал никого-то наполимать. Я когда-то был как вам, 22 года, вы немножко моложе еще. Да, вот негодяи, они были всегда есть. И вот носили мусор. Я там специально пораньше вставал, попозже ложился, чтобы... Я поймал даже депутата районного совета. И всем сказал, что вот как их негодяям мы избираем. Это советские времена были, тяжелые времена. Там не просто как бы поставить на вид. А вот мне всегда интересно, вот общественность. А вас сейчас будут тратить деньги на то, что люди, которые там живут, идут и сами себя гадят. И вот здесь бы хотелось, чтобы был именно общественный контроль со стороны жителей. А ведь действительно никто посторонний сюда мусор не выбрасывает. Все это дело рук самих местных жителей, которым лень сделать пару лишних шагов до контейнера. У нас постоянно тут свалка. Вот тут люди бросают пакеты. Да, на дороге бросают пакеты. То есть, как хотят, идут тут по дорожке, пакеты сюда. Вот я только что убрал мусор. Люди не доходят, спускаются, ставят на люках, там ставят эти мусорные пакеты, мусор. Собаки растягивают, все это разлетается. На помощь неравнодушным гражданам придет власть. Свалку, конечно, ликвидируют. Провели аукционные процедуры. Значит, в 16-м будет подвинение итоги. Срок до конца мая, 22-го мая. И сколько в бюджете? 4 миллиона. Это большой участок мы взяли. В прошлом году именно 7 таких площадок мы... 4 миллиона вы загадили, жители. То есть, 4 миллиона, которые можно было купить, условно, в квартире для детей и сирот. А сейчас нужно эти деньги потратить на то, что люди несут и бросают сами за себя. Еще одно обращение связано с введением изучения элементов самбо на уроках физкультуры в школах. Департамент образования эту идею поддерживает. В настоящее время в проекте «Самбо в школу» участвуют уже 18 школ. За счет средств областного бюджета для них приобретены борцовские ковры и другое оборудование. Учителя физкультуры проходят курсы повышения квалификации. В текущем году планируется оснастить необходимым оборудованием еще 10 школ и техникумов. Дома культуры, театры, музеи, архивы. На реализацию нацпроекта «Культура» в 2023 году в Брянской области выделено в 2,5 раза больше средств в сравнении с прошлым годом. Этой теме было посвящено еженедельное оперативное освещение в правительстве региона, которое правил губернатор Александр Богомаз. Нацпроект «Культура» разработан в соответствии с указом президента от 7 мая 2018 года и рассчитан на период до 2024 года. Его реализация началась 1 января 2019 года. В структуру нацпроекта входят три федеральных проекта «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Портфель региональных проектов Брянской области национального проекта «Культура» на 6 лет с 2019 по 2024 составляет 1,5 млрд. рублей. В рамках регионального проекта «Культурная среда», который направлен на улучшение состояния инфраструктуры, сферы культуры, осуществляются ремонты домов культуры, приобретение автоклубов, строительство центров культурного развития, переснащение библиотек по модельному стандарту, модернизация детских школ искусств, музеев и театров. С 2020 года в Брянской области капитально отремонтировано и реконструировано 18 детских школ искусств. Обновляется материально-техническая база, закупаются новые музыкальные инструменты, костюмы и литература. В сельской местности идет реконструкция домов культуры. В прошлом году отремонтировано 4, в этом году запланирован капремонт 6 ДК. В 2022 году Брянская область впервые получила федеральную субсидию в размере 14,1 млн. рублей на приобретение двух автоклубов для обслуживания населения в сельской местности, для Жуковского и Стародубского муниципальных округов. Всего до 2025 года планируется приобрести по нацпроекту не менее 4 автоклубов, в том числе в текущем году для Погарского муниципального района. Наш регион активно участвует в программе переоснащения кинотеатров, причем не только в областном центре, но и в районах. Всего в 2019-2022 годах по нацпроекту переоснащено 8 кинозалов на Брянщине. До 2025 года будет создано еще не менее двух современных кинозалов, в том числе один в текущем году на конкурсной основе. В 2023-2024 годах запланировано заменить цветовое и звуковое оборудование в Театре драмы имени Толстого. Выделены деньги из федерального бюджета на ремонт и оснащение шести музеев. В целом в текущем году финансирование мероприятий в рамках реализации нацпроекта «Культура» значительно увеличено. На минувшей неделе свой профессиональный праздник отметили работники жилищно-коммунального хозяйства. Тех, кто делает нашу жизнь комфортной, поздравил губернатор Александр Богомаз. 6600 многоквартирных домов, 1122 котельные, более 10 тысяч километров инженерных коммуникаций. Система ЖКХ Брянской области внушительная. Всем этим огромным хозяйством завидуют люди, которые в любое время дня и ночи, в любую погоду сделают все возможное, чтобы устранить аварию, а в наших домах было снова комфортно. Это сложная и непростая работа. Уважаемые коллеги, вы действительно все мои коллеги, потому что я как-никак, а не понаслышке знаю, что такое личный коммунальный комплекс, потому что сам когда-то работал в отрасли. В последние годы сфере ЖКХ уделяется повышенное внимание, особенно ее модернизации. По словам президента Владимира Путина, в течение 10 лет планируется инвестировать в эту сферу не менее 4,5 триллионов рублей. Наша область участвует во многих государственных программах и проектах, направленных на качественное преобразование системы жилищно-коммунального хозяйства. Это национальные проекты «Чистая вода», формирование комфортной городской среды, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, программа капитального ремонта многоквартирных домов, модернизация системы коммунальной инфраструктуры с привлечением средств фонда развития территорий. И вот по этому фонду, а мы там были включены одними из первых регионов СССР, мы начинаем эту программу, и на два года в области выделено с федерального бюджета более 1,2 миллиарда рублей. Каждый из этих проектов направлен на улучшение качества жизни наших граждан. Правительство области и лично губернатор уделяют системе ЖКХ особое внимание, следят за тем, чтобы ее работа была эффективной. У нас на высоком уровне проходит подготовка к отопительному сезону. Перебретается специализированная техника. Реконструируются и строятся очистные сооружения. Модернизируются котельные. Общественное пространство становится более благоустроенными и удобными для людей. Десятилетиями никто не обращал внимания на отсутствие очистных сооружений в крупных населенных пунктах. Эта проблема начала решаться только с приходом Александра Богомаза. Мы приняли программу, согласно которой 13 нужно построить новых и 8 модернизировать. Объем финансирования с областного бюджета 1,7 миллиарда рублей. С 2019 года на сегодня уже построены, введены в эксплуатацию очистные сооружения в Плетне, Суземки, Рогнедине, Клинцах. В Навле завершен первый этап. В этом году они будут сданы в эксплуатацию. В этом году очистные сооружения будут построены до конца года в Глине, Требчевске, Вокте. Губернатор высоко оценил работу госпредприятия «Брянск Коммунэнерго». За последние 6-7 лет оно значительно улучшило показатели своей финансово-хозяйственной деятельности. Идет планомерная модернизация всего теплового хозяйства области. В регионе активно реализуется программа переселения граждан из аварийного жилого фонда. Жители области участвуют в проекте формирования комфортной городской среды. За 6 лет на проект направлено более 2 миллиардов рублей, 2 миллиарда 29 миллионов. И из них 1 миллиард 865 миллионов – это федеральные деньги. Было устроено 568 дворовых и 215 общественных территорий. Коммунальщики всегда готовы протянуть руку помощи жителям вновь присоединенных территорий. Наши специалисты и сейчас работают в городе Брянке, Луганской народной республики. Несмотря на риски, наши специалисты восстанавливают и ремонтируют объекты коммунальной инфраструктуры. В первую очередь это теплотрассы к школам, детским садам, больницам. В прошлом году в Брянке было построено 4 котельных общей мощностью 1,3 мегаватт. Проложено почти 800 погонных метров теплотрассы. Большое спасибо всем работникам аварийно-восстановительных бригад из предприятий, а там у нас работает Брянская мундерка, кто выезжал в эти командировки и сегодня несет службу в городе Брянке. Работа специалистов сферы ЖКХ получила высокую оценку. В предпраздничный день лучшим сотрудникам отрасли присвоены почетные звания. Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Брянской области вручены почетные грамоты губернатора. Сфера, в которой вы трудитесь, одна из самых значимых для каждого жителя нашей большой страны. На ваших плечах лежит ответственность за условия жизни и подседневный быт населения, жизнедеятельность предприятий и учреждений. Все ваши знания, опыт и мастерство вкладывают в обеспечение стабильной работы сложного коммунального механизма. Труд коммунальщиков особенно ценят сотрудники социальных учреждений. Без стабильного ввода и теплоснабжения, подачи электричества, невозможна нормальная работа школ, детских садов, больниц. Все кабеля и трубопроводы для города – это те же сосуды и нервы. Если они повреждаются, то в городе возникает коллапс, город перестает жить. Без воды и электричества невозможно выполнить ни одной операции, тем более высокотехнологичной. Невозможно обследовать и лечить пациентов в полном объеме. Поэтому вы можете гордиться, что у ваших руках находится спокойная жизнь и прекрасное настроение жителей нашего города. В преддверии профессионального праздника сенатор Галина Саладун вручила работникам благодарственные письма Совета Федерации, а депутат Госдумы Николай Щеглов преподнес аналогичные награды от Нижней палаты парламента. О дорожных ремонтах, строительстве новых дорог, ливневках и уборке снега. В мэрии Брянска состоялась пресс-конференция, посвященная развитию дорожно-транспортной инфраструктуры областного центра. На вопросы журналистов отвечал первый заместитель главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный, представители профильных комитетов и дорожного управления Брянска. Безопасные и качественные дороги. Реализация этого масштабного проекта на Брянщине началась в 2019 году. В областном центре построены и приведены в нормативное состояние десятки километров дорог. 50 только в прошлом году. И работа эта продолжается. Дамба, Брянск-1, Брянск-2 с выездом в Советский район. Это масштабный проект. Сегодня обустраиваются места комплексной застройки. Это улица Флотска и Старый аэропорт. Кроме того, максимально уделяется внимание, чтобы снизить поток машин через центр города Брянска. Разгрузить центральные транспортные артерии города – этот вопрос решается сразу по нескольким направлениям. Улица Ильи Иванова, к примеру, станет дублером Бежицкой. Одна из дорог – это дорога от телецентра до, как народе называют, Черного моста, Карачийская. На сегодняшний день проведены все предпроектные работы, согласования и затолен проект, техническая часть которого проходит сегодня госэкспертизу. И дорога эта во многом уменьшит поток машин через центр Брянска. Зашла речь и о речной, приведение в нормативное состояние которой ждут многие автомобилисты. Согласно генплану, она должна быть магистральной, расширена как минимум до шести полос. Но это будет в перспективе. Пока в рамках данного капремонта мы устраним кричащие проблемы. Это положительный ЖД-переезд, устройство завязанных карманов, чтобы не сдерживать движение. Параллельно со строительством и капитальным ремонтом проезжей части обновляются сети уличного освещения. Обустраиваются тротуары и ливневки. Журналистов заинтересовали не только строящиеся сети ливневой канализации, но и уже действующие, но не справляющиеся с потоками дождевой и талой воды. Отдельные участки ливневой канализации, которые, поверьте, улицы Союзная, были просто разрушены механически. И нам пришлось восстанавливать через рынок Бежицкий, чтобы знаменитую лужу на рыночной площади убирать. Предстоит нам с учетом доверенности с БМЗ восстановить тот участок ливневой канализации, который идет через территорию завода. Канализация была обследована в рабочем состоянии, необходимы небольшие работы. Опытным путем власти города выяснили, что щебеночно-мастичный асфальт, который, к примеру, уложен на проспекте Ленина, улицах Дуки и Авиационной, более износостойкий. Но, конечно же, многое зависит и от добросовестности подрядчика. За последние годы было выполнено порядка 1 миллиона 600 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. В городе Брянске в программе БКД. И вот в общей сложности из всего этого объема порядка 1200 квадратных метров – это те выявленные нарушения, то есть ямочность, которая была выявлена в формате январь-месяц. В первой декаде апреля будет уже конкретно повторный выезд, это весенний осмотр. Дороги обследуются комиссионно в течение всего гарантийного срока эксплуатации, а это пять лет. Дефекты подрядчик устраняет за свой счет. И даже если их много, устранив недочеты, подрядчик может взять новый объект. Подстранить его от участия в аукционе нельзя. Да, мы пытались в отношении отдельных нерадивых обращаться в суд, обращаться на внесение их, как выражается в черный список. Но, как правило, суды со скидкой на ковид, где-то экономику, вставали на сторону, и это заканчивалось отказом. Заместитель главы администрации отметил, ежегодный показатель в 50 километров построенных или капитально отремонтированных дорог – это немало, но все же недостаточно. Продлить срок эксплуатации дорог, оттянуть необходимость проведения капитального обновления помогает ремонт так называемыми картами – замена полотна на больших, наиболее разрушенных участках. В прошлом году участок дороги от полтинника до самолета делали это дорожное направление наше. Ну, во всяком случае, та дорога, которая подлежала переходу на капремонт, она выдержит еще год, два, до трех лет эксплуатации. И вот улица Горького также делали большими картами, значит, и это эффект есть. Что же касается ямочного ремонта, то для него идеально подходит литой асфальт. Этот материал не пористый, а потому и более долговечный, но пока такой возможности нет. А вот обрабатывать брянские дороги от гололедицы по-новому, вероятно, станут уже в будущем сезоне. Город планирует закупить спецтехнику для обработки дорог солевым раствором. Это быстрее и без скопления песка на проезжей части. Одна машина способна заменить 4-6 машин с пескосмесью по производительности. Это более экономично. Исчерпывающие ответы на все вопросы. Такие встречи с журналистами в мэрии планируют проводить на регулярной основе и посвящать их самым актуальным вопросам, касающимся жизни областной столицы. Вернуться домой спустя 10 месяцев в зоне СВО, повидаться с семьей и уехать обратно за ленточку. В гостях у Егора, добровольца и защитника Родины побывала Александра Савельева. Вы когда возвращаетесь, что первым делом делаете? Жену целую. Первым делом. Деток. Две девочки у меня. Мальчик тоже вот скоро будет. Ванька. На день рождения Ивана Егоровича папа, скорее всего, опоздает. Сына ждут ближе к лету. Сам он вернется осенью. С 25 июня прошлого года это будет третий визит Егора домой. Мы ходили, получается, втроем с одной улицы, можно сказать. Друзья с детства, как бы, решили пойти. С 25 числа подписали контракты. Мы прекрасно понимали, куда идем, что будем делать. Это наш долг. Кто, если не мы, защитить наших деток, матерей? Своего героя дома встречают с размахом. Старшей дочери 8. Она готовит подарки. Рисунки и поделки. Жена накрывает на стол. Из домашней кухни за ленточкой Егор больше всего таскует по горячему супу. Как бы ты не умел готовить, но жена и жена. Какие рецепты можно переписывать, но у жены получается совсем по-другому. Вкуснее намного, чем сам готовишь. Бойцам сейчас нужны не только продукты и медикаменты. Больше всего важна моральная поддержка. Рисунки и письма от детей. Я рассказывал сейчас за человека, за одного. Его комиссовали, вот он уже после всего этого. Ездил, нашел там мальчика тоже. Ну вот адрес там у него, фамилия, имя было, все нашел. Он там шоколадок подарил, всего-всего, спасибо. Ну, как бы, конечно, подбадрит дух солдата. В мирное время Егор работал механиком. Военных по профессии в полку было мало, зато много добровольцев, неравнодушных к судьбе Отечества. Мобилизованных много тоже, ребят. Настрой хороший у всех, цель одна. Меньше, чем через неделю, Егор отправится обратно в зону СВО. Ради мирного неба над головами детей. Первое впечатление, когда попали, это атмосфера прожженного пороха, запаха в воздухе. Вот такая вот атмосфера. Вот старое поколение выходило, встречало с флагом Советского Союза. Детей много тоже. Бывая с ребятами, в хоккей поиграем с ними. Быт устроен хорошо, живем дружным коллективом, как одна семья, можно сказать. Вот у ребят нету возможности позвонить. Там женам звонишь, говоришь, что все хорошо, все нормально, успокойтесь, выйдет на связь. Не переживайте. Всего хватает вполне. Спасибо ребятам, коммунитарные помощи оказывают. Защита Отечества для Егора стала делом его жизни. Пока папа исполняет служебный долг, старшая дочь продолжит рисовать открытки и получать хорошие оценки. Жена будет заботиться уже о двух маленьких детях. Семья героя будет ждать, ведь он обязательно вернется домой с победой. Еще один герой вернулся со специальной военной операцией, чтобы поведаться с семьей в мирное время. Максим работал крановщиком, теперь он защищает родину на передовой. У Максима четыре дочки. День рождения старших двойняшек стал первой уважительной причиной временно покинуть линию фронта. Он у нас обычно приезжает неожиданно. Мы не успеваем подготовиться, поэтому что есть. Он всему рад и как бы он говорит, меня сильно не кормит, чтобы я не привыкала. В зоне СВО Максим с начала мобилизации. Под призыв не попал, но вызвался добровольцем. В военкомате отказали, потом еще раз отказали. Две недели отказы, отказы, отказы. Докучал прокурора, потому что он председатель приземной комиссии был. Ну, победил. Не хотелось отпускать. Ну, это его выбор. Я поддерживаю его выбор целиком и полностью. Он у меня верный друг по жизни. Знаем друг друга еще со школьной скамьи. Забегал, за косички дергал. А сегодня Анна и Максим отмечают хрустальную свадьбу. 15 лет в браке. Максим защищает не только отечество, но и любящую семью. А за ленточкой ждут товарищи. Обеспечены, в принципе, всем. Нехватки чего-то ее просто нет. Кто там что говорит, это значит, что привыкший жить на широкую ногу, ну, как бы, извините, отели не завезли. А так, все нормально. Печки греют, котел варится, покушать всегда ешь. Екатерина хочет пойти по стопам отца. Уже сейчас девочка готовится стать кадетом. Катя занимается легкой атлетикой и боксом. В прошлом году стала призером лыжни России. Настя забоевывает кубки по танцам. Младшие сестры тоже танцуют, поют и читают стихи. Мой папа красивый и сильный, как сон. Любимый, внимательный, ласковый он. Без талисмана на удачу за ленточкой никак. У Максима это чебурашка. Мягкую игрушку подарили сослуживцы. Я шутку оценил и стал с ней ездить, как с талисманом. То есть она всегда со мной и к бронику, то есть ее привязываю. То есть она всегда со мной. Оттуда и позывной Чеба. Добрый. Всегда всем хотел помочь. Приобрел друзей, как и я. Скоро Максим отправится обратно в зону СВО. Защищать отечество и свою семью. В следующий отпуск в планах у героя отвезти супругу и дочек на море. Я уверен, что победа в ближайшее время все равно будет за нами. Это все события недели, о которых мы успели вам рассказать. Еще больше новостей на нашем сайте губерния.тв. Обязательно заходите. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова